Рак предстоятельной железы Но сегодня мы с вами по тем же руководствам должны сочетать вот эту таргетную целевую биопсию с систематической биопсией, дополнять ее систематической биопсией. И вот работа, которая поставила вопрос, а можно ли избежать систематической биопсии, выполняя только таргетную под МРТ наведением, прицельную биопсию, у пациентов с балом по шкале ПАИРОТС-5 по магнитно-резонансной томографии. Вы видите, большое число больных, из них 808 имели как раз ПАИРОТС-5, это 20% от всей популяции больных, и пациентам делали как таргетную, так и систематическую биопсию. Обратите внимание, только у 5% больных не было выявлено рака при биопсии, а по грейду, в основном это были высокие грейды, вы видите, 2, 3, 4, даже 5-21%. И вот оказалось, что систематическая биопсия позволяла выявить более высокий грейд, то есть более низкодифференцированные участки опухоли, только у 9% больных. И только у 2% от всей этой популяции больных это приводило к изменению тактики лечения, могло бы привести к изменению тактики лечения. Поэтому авторы делают выводы, что при БАЛИ-5 по шкале ПАИРОТС во второй версии, по данным МРТ, можно ограничиться только таргетной биопсией, потому что систематическая биопсия не изменяет тактики лечения, за исключением случаев, если вы рассматриваете вопросы фокальной терапии. А вот что делать, если биопсия под МРТ-навигацией не позволяет выявить рак? И вот тут уже, вы видите, появляются исследования, где на помощь приходит ПЭТ-КТС по СМА уже не для стадирования, а для первичной диагностики. И очень, на мой взгляд, небезинтересная работа. 48 пациентов, которые были подвергнуты таргетной биопсии под МРТ-навигацией, и вы видите, у них не был выявлен рак предстательной железы, из них у 23 были выявлены очаги при ПЭТ-КТ, была произведена, вот вы видите, как это планируется, в 3D-формате биопсия под контролем ПЭТ-КТ, и вы видите, что у 65% этих больных была выявлена опухоль клинически значимая, грейд 2 у 6 больных, грейд 3 у 6, у 2 и у 1 больного грейд 4 и 5. Было показано, что чем выше СУВ, тем больше СЮВИ, тем больше вероятность получения рака под этой ПЭТ-КТ прицельной биопсии. Поэтому вполне возможно, что когда-нибудь мы придем и вот к такому варианту выполнения таргетной биопсии у мужчин с подозрением на рак предстательной железы. Еще один актуальный вопрос. Все больше пациентов у нас с вами в практике появляется, которых мы оставляем под активное наблюдение. И вопрос, достаточно ли первичной биопсии для того, чтобы рассматривать безопасно тактику динамического наблюдения, или мы нуждаемся в подтверждающей биопсии. 114 пациентов были включены в исследование, причем из них, вы видите, выполняли некоторым пациентам, ну, в большей части, обычную систематическую биопсию, но 34% были подвергнуты таргетной биопсии. Оказалось, что вне зависимости от того, целевая или не целевая, рандомизированная была первичная биопсия, при повторной биопсии в большом проценте, как вы видите, в 40% примерно, была реклассификация. То есть выявляли более злокачественную опухоль, опухоль более высокой степени злокачественности, поэтому, выбирая тактику активного наблюдения, мы все-таки с вами должны проводить вот такие реклассифицирующие повторные биопсии. Ну, а что касается самого активного наблюдения, конечно, ошеломляющее впечатление произвели данные 15-летнего наблюдения за больными, включенными в исследование PROTECT, которые были озвучены на Конгрессе Европейского общества урологов в этом году. Это было большое рандомизированное исследование, проведенное в Великобритании. Посмотрите, 82 с лишним тысячи мужчин тестировали на ПСА, проводили биопсии. Из них был выявлен рак почти у 3000 и 1643 пациента с локализованным процессом низкого, большей частью и меньшей частью промежуточного риска, были рандомизированы на три группы. Активное наблюдение, радикальную простатоктомию и лучевую терапию. На этом графике показано, сколько больных оставались без лечения. Конечно, в группе простатоктомии, радио- и лучевой терапии это были почти все пациенты, но кто-то отказался после рандомизации от рандомизации, поэтому не 100%, но больше, чем 90. Но обратите внимание, в группе активного наблюдения далеко не 100% пациентов в последующем получили лечение. 61% только лишь пациентов. И если мы посмотрим на безметастатическую выживаемость, она была несколько меньше в группе больных, подвергнутых наблюдению, чем в группе активного лечения, неважно, радикальной простатоктомии или лучевой терапии. Но что интересно, посмотрите вот эту таблицу. Вот это показывает, насколько лучше мы стали лечить больных с метастатическим раком предстоятельной железы. На момент 2015 года предыдущего анализа, вот в группе активного наблюдения, 22 больных с метастазами были живы. Из них умерли к 2020 году только два пациента. В группе радикальной простатоктомии 2 из 8. То есть вы видите, большинство пациентов уже даже с метастатическим процессом в этом исследовании оставались живы. И это повлияло на то, что и опухолевоспецифическая выживаемость, и общая выживаемость при 15-летнем сроке наблюдения не различалось в группах активного наблюдения и в группах активного лечения простатоктомии и лучевой терапии. Интересные данные. Но вот работа, которая все-таки в душе, я думаю, каждый из нас всегда очень волнуется, когда, скажем так, рекомендует больному проводить тактику активного наблюдения или отсроченного лечения. И вот исследование, которое как раз поставило вопрос, всегда ли эта тактика безопасна. Это тоже большой регистр, включающий почти 27 тысяч пациентов из 25 центров в 15 стран. И вот здесь, посмотрите, разбили на 4 временных отрезка, с 2000 по 2004, с 2005 по 2008 и так далее, какие результаты применения активного наблюдения. Вот посмотрите, вверху это выживаемость без лечения, внизу выживаемость без метастазов. В группе низкого риска, вот в начале 2000-х годов, выживаемость без лечения была низкая, гораздо ниже. То есть большинство больных подвергали в последующем из группы активного наблюдения проведению того или иного варианта лечения. А дальше эти показатели стабилизировались. Но выживаемость без метастазов стала значительно лучше вот в период с 2013 по 2016 год, красная кривая, вот левый нижний график, чем в начале нашего столетия. Это в группе низкого риска. А вот у больных с промежуточным риском, как мы с вами видим, безметастатическая выживаемость, даже вот уже в близкие нам годы, пока еще остается не очень высокой. Поэтому авторы делают выводы, что с течением времени улучшаются результаты использования тактики активного наблюдения по показателю безметастатической выживаемости, но только у больных низкого риска. А у больных промежуточного риска надо их более тщательно отбирать, если надо отбирать вообще, я имею в виду, на активное наблюдение. Несколько работ, посвященных новым, достаточно, ну и не только новым технологиям хирургического лечения. Опять же, чем нам может помочь ПЭТ-КТ с ПСМА? Оказывается, ПЭТ-КТ с ПСМА может более точно нам прогнозировать экстракапсулярную инвазию, вернее, помочь в выявлении экстракапсулярной инвазии и выполнении неразберегающей техники, если таковая экстензия экстракапсулярная отсутствует. 50 пациентов были включены, и вот ПЭТ-КТ с ПСМА, с Галием 68-м оценивали выход опухоли за пределы железы, инвазию нервно-сосудистых пучков, и вот оказалось, что чувствительность ПЭТ-КТ превышает чувствительность МРТ в отношении предсказания экстракапсулярной инвазии, инвазии нервно-сосудистых пучков, извините, и поэтому анатомически обоснованное применение нервосберегающей техники на основании ПЭТ-КТ с ПСМА оказалось более обоснованным, чем на основании МРТ. Еще одна очень интересная методика, которая позволяет оптимизировать выполнение нервосбережения во время радикальной простатэктомии. Это лазерно-спектральная контрастная визуализация, которая позволяет отображать тканевой кровоток с помощью когерентного рассеяния, и вы видите вот эти картинки, вверху это обычное изображение, в обычном, ну как мы с вами видим, это во время выполнения лапароскопической лироботизированной простатэктомии, а внизу вот эта лазерно-спектральная контрастная визуализация, которая на разных этапах, вот в начале выделения слева, в середине, уже после отделения предстательной железы, позволяет очень четко визуализировать нервно-сосудистый пучок, и таким образом вполне анатомически обоснованно его сохранять. Ну, вы знаете, как много было работ посвящено различным методикам, начиная со шва рока и так далее, различной передней, задней фиксации, комбинированной фиксации анастомоза для ускорения восстановления континенции в послеоперационном периоде. И вот рандомизированные исследования. У меня всегда эти работы, если честно, это мое личное мнение, Адель Альбертович, но тем не менее, всегда вызывали большой скепсис. И вот рандомизированные исследования, которые продемонстрировали, что выполнять заднюю фиксацию анастомоза или не выполнять, все это не приводит к различиям ни в раннем восстановлении континенции, вот вы видите здесь графики, ни в позднем, то есть на протяжении всего периода наблюдения не было различий в восстановлении удержания мочи при технике задней фиксации, в частности, у ретро-визикального анастомоза. Популярное направление радионавигационное, опять же с помощью ПАСМА, Леганда, хирургия для выявления метастазов в лимфатических узлах. Но, к сожалению, эти работы появляются из года в год, к сожалению, пока не приводят они к удовлетворительным результатам. Посмотрите, вот если чувствительность выявления метастазов по отношению к числу пациентов справа столбец, она составила, не чувствительность, чувствительность-то хорошая, специфичность составила 61%. То есть, если эта радионавигационная хирургия не выявляет метастазов, это не значит, что их нет. И поэтому мы пока еще не можем использовать этот метод для того, чтобы отказаться от расширенных лимфодисекций. Здесь, скорее, более перспективным будет, конечно, определение сторожевых лимфатических узлов. Сравнение функциональных результатов хирургического лечения и лучевой терапии. Меня привлекло это исследование тем, что очень большая когорта пациентов, более 4 тысяч, это шведский регистр. И вот вы видите, оценивали такие параметры, влияющие существенно на качество жизни, как эректильная дисфункция, симптомы мочеиспускания, симптомы со стороны кишечника и общее качество жизни. Ну и мы с вами видим, что действительно недержание мочи через год было несколько чаще, но не катастрофически чаще, после хирургического лечения 13% против 5%. Затрудненное мочеиспускание одинаково в обеих группах, а вот симптомы со стороны кишки, в частности, частые пазы регификации, были на 20% чаще в группе пациентов, которые были подвергнуты различным вариантам лучевой терапии. Два исследования, посвященные фокальной терапии. Одно, скорее, очень оптимистическое, но которое показывает некоторые особенности этого метода. 164 пациента были подвергнуты фокальной хайфу терапии. Как вы видите, в основном это были пациенты низкого и промежуточного риска прогрессирования. И что считали значимым рецидивом? Когда был очаг более 3 мм, когда при биопсии, а всем больным проводилась биопсия через год после процедуры, получали 3 положительных столбика, 6 баллов по глисону, или уже вторую группу, 7 баллов по глисону, ну или выше, естественно. Ну, я уже сказал, что в основном это был низкий риск, 38%, средний промежуточный 60%. И посмотрите, без признаков опухоли при контрольной биопсии были только лишь 50% больных. Но у 36% больных это были так называемые клинически незначимые опухоли. А клинически значимый выявлялся через год только у 14% больных. И этим больным были проведены повторные вмешательства, в том числе повторные хайфу, лучевая терапия, спасительные простаты к томии. И вот это все позволило добиться хороших результатов. Вы видите, в течение 7 лет выживаемость без радикального лечения составила 93% и очень высокие показатели, конечно, сохранения удержания 99,5% и эректильной функции 85%. Но, тем не менее, обратите внимание, только у 50% больных опухоль была полная эрадикация опухоли. На это, конечно, надо иметь в виду. Второе исследование, несколько более пессимистическое, это применение криоаблации у больных с рецидивами после лучевой терапии. Как вы видите, большинство больных были подвергнуты ранее дистанционной лучевой терапии, меньшая часть брахиотерапии и комбинированной сочетанной лучевой терапии. Посмотрите, после криоаблации у двух пациентов развились эректролитральные свищи из этой группы больных, 85 человек, 21 больной, 24%, то есть четверо, имели структуры мочеиспускательного канала, недержание мочи, почти 27% и всего лишь 49% пятилетняя биохимическая безрецидивная выживаемость. Опухоль специфическая тоже, вы видите, 86%, что, конечно, не может удовлетворить. Поэтому, да, это один из немногих методов, которые мы с вами потенциально можем у больных с рецидивами после лучевой терапии применить, но надо очень тщательно отбирать больных на эту спасительную криоаблацию. Что касается лучевой терапии, здесь очень интересное исследование, рандомизированное исследование, которое сравнивало три режима функционирования. Один стандартный, классическое функционирование, как вы видите, 74 ГРЭ за 37 фракций, и два режима гипофракционирования, 60 ГРЭ за 20 фракций и 57 за 19 фракций. И вот обратите внимание, что результаты как по беспрогрессивной выживаемости, так и по общей выживаемости не различались. То есть гипофракционирование при дозе 60 ГРЭ не уступало по эффективности традиционному фракционированию в дозе 74 ГРЭ. Единственное, что вот когда 57 ГРЭ применяли, эти результаты были хуже, чем в группе традиционного фракционирования. По-видимому, вот эти три ГРЭ сыграли решающую роль. При том, что результаты не ухудшались, гипофракционирование не приводило к существенному, значимому увеличению токсичности как со стороны мочеиспускания, так и со стороны кишечника. И ранняя и поздняя токсичность, вы видите, поздняя токсичность вообще составляла всего лишь 1-2%, они не различались. Таким образом, вот это рандомизированные исследования с 10-летним периодом наблюдения подтвердило, что гипофракционирование в дозе 60 ГРЭ не уступает традиционному фракционированию и может быть успешно применено, не увеличивает токсичность у наших пациентов раком предстательной железы. Как применять лучевую терапию у больных с метастазами в лимфатических узлах? Это всегда очень большая проблема, имеется в виду выявленных после радикальной простатоктомии, когда мы проводим или адювантную, или спасительную лучевую терапию. Вот вы видите, здесь 81% пациентов, большая группа, 710 человек, 81% получили адювантную лучевую терапию, 19% — раннюю спасительную, и у 78% была андроген-депривационная терапия. Длительный период наблюдения, 10-летняя выживаемость — 82%, но на что бы я хотел обратить внимание? Вот на этом графике показано число метастазов в лимфатических узлах. Вот если их было не больше двух, то адювантная, в смысле, андроген-депривационная терапия в сочетании с лучевой терапией не приводила к улучшению результатов. А вот если их было уже, как вы видите, 4 и больше, то здесь мы имеем, конечно, значимый выигрыш от сочетания лучевой и андроген-депривационной терапии. Что касается лечения биохимического рецидива после радикальных методов лечения, вы знаете, что сегодня по классификации Европейского общества урологов принято выделять две группы больных с биохимическим рецидивом. Рецидив биохимически высокого риска — это когда период удвоения меньше одного года и низкодифференцированный рак, и низкого риска, когда период удвоения больше одного года после простатоктомии или больше полутора лет после лучевой терапии, и нет низкодифференцированной, имеется в виду, ГРАИ-4-5 опухоли. И вот исследование, которое показало, я вам лучше сразу покажу вот эти графики, чтобы было понятно. Вот вверху показана частота биохимического рецидива. Она была выше после радикальной простатоктомии, причем независимо от риска. И в группе низкого риска, вы видите, 20% против 15% после лучевой, в группе высокого риска 60% после простатоктомии, только 38% после лучевой. Но когда посмотрели выживаемость больных, она оказалась значительно хуже больных с биохимическим рецидивом. Она оказалась значительно хуже у больных, у которых рецидив биохимический развивался после лучевой терапии, чем после простатоктомии. И авторы делают вывод, что вот эта классификация Европейского общества урологов по стратификации риска у больных с биохимическим рецидивом, она, наверное, нуждается в пересмотре. Ну, а что касается методов лечения, то, наверное, к нам скоро придет как стандарт новый вариант гормональной терапии у больных с биохимическим рецидивом. Это большое исследование третьей фазы, которая получила название EMBARG, в которое включали больных с биохимическим рецидивом и высоким риском прогрессии. Посмотрите, это уровень ПСА больше единицы после простатоктомии. Например, это период удвоения ПСА меньше 9 месяцев. И больных рандомизировали на 3 группы. В одной группе больные получали стандартную андроген-депривационную терапию органистам ЛГРГ, в другой группе комбинацию органиста ЛГРГ и энзолутамида, в третьей группе монотерапию энзолутамидом. Посмотрите, комбинация энзолутамида с андроген-депривационной терапией привела к существенному увеличению без метастатической выживаемости, снизив риск прогрессии до метастатического рака предстательной железы на 58%. Также имеется тенденция к увеличению общей выживаемости. Она пока не достигла того уровня, который был запланирован в значимости, но период наблюдения еще не такой большой. Первичной конечной точкой была без метастатической выживаемости. Интересно, что и монотерапия энзолутамидом без комбинации с агонистом ЛГРГ показала преимущество без метастатической выживаемости. И таким образом, вот эта комбинация АДТ с энзолутамидом в течение 9 месяцев, ну вот я, извините, не сказал, что 9 месяцев они получали, и если ПСА падал до надира и не рос, прекращали лечение, а могли его возобновлять при росте ПСА. Так вот, этот вариант, извините, лечения вполне возможно в ближайшее время станет новым стандартам лечения больных с биохимическим рецидивом. Ну и, наконец, метастатический рак предстоятельной железы. Что касается метастатического гормоночувствительного рака, конечно, много исследований, и они продолжаются, активно развиваются по метастазно-направленной терапии. Вот один из протоколов. 113 больных с олигометастатическим процессом были подвергнуты стереотоксической лучевой терапии на область метастатических очагов или спасительной лимфодисекции у больных с метастазами в лимфоузлах. Посмотрите, какие показатели… И сравнивали это со стандартной андроген-депривационной терапией. То есть одним больным метастазно-направленную терапию проводили, другим андроген-депривационную. И посмотрите, насколько выигрывает по выживаемости без метастазирования, по выживаемости до развития кастрационной резистентности вот этот метод метастазно-направленной терапии. И в мультивариантном анализе именно воздействие на метастазы было единственным независимым предиктором развития дальнейшего прогрессирования, дальнейшего метастазирования. С другой стороны, возникает вопрос, а не лучше ли нам объединить метастаз-направленную терапию, скомбинировать с андроген-депривационной терапией. И такое исследование тоже было проведено. Сравнивали только метастаз-направленную терапию у больных с олигометастатическим раком предстоятельной железы и комбинацию метастаз-направленной терапии и андрогенной депривации. Посмотрите, оказалось, что эта комбинация дает значительно большую пятилетнюю выживаемость без биохимического прогрессирования. 51% против 11%. И поэтому, наверное, такой подход тоже может рассматриваться как наиболее перспективный. Пока, конечно, этот подход на стадии клинической апробации, но тем не менее он очень перспективный. Хотя у некоторых числа больных, вот вы видите, у 10%, можно обойтись, наверное, даже и без андроген-депривационной терапии. Очень интересное исследование. Сложно сейчас понять эти графики, сейчас я вам попытаюсь объяснить. Это о том, как менялись подходы к лечению метастатического рака при назначении терапии онкологами, имеется в виду химиотерапевтами или онкоурологами специализированных онкологических клиник, или урологами общего профиля от года к году. Вот эти желтенькие столбцы – это химиотерапия. Да, каждый год слева – это онкологи, справа – урологи. Каждый год. Посмотрите, урологи вообще не назначают химиотерапию. Вообще. Но назначение химиотерапии в желтой столбце, как вы видите, после 2017 года уменьшается и при назначении в онкологических учреждениях. Синие столбцы – это новые гормональные препараты. Частота использования новых гормональных препаратов, как вы видите, увеличивается с каждым годом, но в основном, когда назначается в онкологических клиниках. Урологи общего профиля, как вы видите, назначают их по-прежнему не очень часто, а серые столбцы – это андроген депривационная терапия, как монотерапия. Так что, как видите, в Соединенных Штатах Америки урологи в большинстве своем назначают АДТ как монотерапию, а 11% еще до сих пор назначают антиандрогены первого поколения. Ну и очень интересное, конечно, исследование ПИС-1, многорукаванное. Мы с вами знаем, что оно показало, что абератерон при добавлении к АДТ доцитокселу ведет к улучшению выживаемости, а вот в этом году были проанализированы результаты, улучшает ли добавление лучевой терапии к комбинации АДТ с доцитокселом, к АДТ как монотерапии и даже к тройной терапии АДТ доцитоксел-абератерон, вот если к ним еще лучевую терапию добавить, улучшит ли это выживаемость или нет. Вот оказалось, что добавление лучевой терапии к комбинированному лечению очень здорово улучшает выживаемость без прогрессирования. Посмотрите, медиана без прогрессивной выживаемости в группе вот этой уже многокомпонентной комбинированной терапии АДТ доцитоксел-абератерон и лучевой терапии 7,5 лет, значительно больше, чем в других группах. Но, если говорить по сравнению со стандартным лечением АДТ плюс доцитоксел или АДТ как монотерапия, лучевая терапия результатов не улучшала. Только в комбинации с абератероном и только по отношению к выживаемости без прогрессирования. К сожалению, различий в общей выживаемости мы не увидели. Таким образом, добавление лучевой терапии к различным комбинациям не приводит к увеличению общей выживаемости в общей группе больных. Но применение лучевой терапии существенно уменьшает частоту серьезных осложнений со стороны мочеполовых органов и со стороны кишечника. Поэтому, возможно, у некоторых больных мы и будем применять ее в комбинации с различными методами лекарственной терапии. Ну и что касается метастатического кастрационно-резистентного рака, здесь основной тренд – это применение комбинаций. В первой линии имеется в виду комбинации новых гормональных препаратов и парп-ингибиторов. Я сегодня буду рассказывать очень скоро о той комбинации алопариба и абиротерона, которая зарегистрирована в России и доступна нашим пациентам. Но в этом году были озвучены данные по применению еще одной комбинации. Это комбинация другого парп-ингибитора от алазопариба и энзолутамида. И вот ее использовали в первой линии лечения метастатического кастрационно-резистентного рака и сравнивали с энзолутамидом плюс плацебо. И первичная конечная точка была оценка выживаемости без прогрессирования. Как вы видите, комбинация существенно выиграла у монотерапии энзолутамидом по беспрогрессивной выживаемости. Причем это касается больных и с наличием мутаций слева, и с отсутствием мутаций генов гомологичной рекомбинации ДНК. Но эта комбинация очень неожиданно для меня лично оказалась высоко гематологически токсичной. Посмотрите, третья-четвертая степень анемии 46,5%, третья-четвертая степень нейтропении 18% и тромбоцитопении 7,3%. Вот неожиданно высокая гематологическая токсичность, конечно, может в последующем ограничить применение этой комбинации. Ну и в заключение, коллеги, очень интересное исследование, которое было проведено на культурах клеток кастрационно-резистентного рака предстоятельной железы и очень два простых препарата. Куркумин, вы знаете, это такой краситель, корень куркумы, который иногда как иммуномодулятор применяется, и лактоферин. Так вот, сочетание этих препаратов приводило к существенному ингибирующему эффекту в отношении пролиферации опухолевых клеток, снижало их способность к миграции, метастазированию. Поэтому, уважаемые коллеги, такой простой способ. Давайте в молоко куркуму, но, правда, предупредить больного, что окрасится в желтый свет, и видите, как мы сможем улучшить результаты лечения наших больных. Спасибо.